Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и в гостях у нас сегодня депутат Одесского областного совета, заслуженный юрист Украины Валерий Лакайчук. Валерий Федорович, здравствуйте! Добрый день! Государственный бюджет. Как он был принят, мы уже с вами говорили. Сегодня, например, послушал заключение комиссии по борьбе с коррупцией Верховного совета. Доказано, что бюджет был сфальсифицирован. Идти ли нам этим путем или не идти? Конечно, нам не идти. Если страна, некоторые элементы страны в хаосе, Одесская область не должна уходить. В хаос она должна работать на созидании. И поэтому сегодня очень долго обсуждался бюджет. Он обсуждался и на комиссиях, и на совместном заседании. Кое-что изменили. Бюджет, как сказал Полыся, слепили из того, что было. В реальности сегодня бюджет у нас на 1 миллиард больше, 5,5 миллиардов. Он профицитный в 50 тысяч. Но 5 миллиардов прошлого года и 5 миллиардов этого года это в два раза меньше. Да, с учетом инфляции мы понимаем эту ситуацию. Вот сегодня мы перед заседанием сессии рассматривали на комиссии по законности этот бюджет. Мы отсмотрели, что в реальности у нас не профинансирована ни одна областная программа. Слава Богу, что мы профинансировали хотя бы социальные программы. И поэтому, когда мы начали обсуждать бюджет, да, мы профинансировали по минимуму все программы, которые были, но мы их профинансировали с учетом программ прошлого года и цены прошлого года. То есть это без учета инфляции, которая произошла в 2014 году? Конечно, да. Но еще будет 2015, да. Ну, к примеру, да. Государственный бюджет посчитал, что в прошлом году была инфляция всего 11%. И так нам пересчитали бюджет. Поэтому выступала депутат Розовый. Многие говорят, как это вы решили, что это 11%. Хотя есть уже и заключение у нас с Банка и МВФ, что была инфляция прошлого года 25%. И на этот год рассматривается еще 17%. Вот как мы с эти 42% будем идти дальше. Поэтому мы смотрели ситуацию, что можно сделать для того, чтобы, как говорится, подстелить самым социально необеспеченным слоям, инвалидам, афганцам, чернобыльцам и как можно это все переделить. То есть это первые программы, которые были профинансированы в первую очередь? Это программы были профинансированы, социальные программы, но они были профинансированы с итогом без учета инфляции и индексации того, что есть. Ну, мы других программ, которые у нас 35 или 70, никто их не знает, мы сейчас будем проводить их аудит. Мы посмотрели, наверное, будет их сокращение. Но мы оставили 194 миллиона гривен резервного фонда для этих программ. Их следующая сессия на февраль, когда будет приниматься социально-экономическая программа развития области, вот тогда мы посмотрим, какие программы мы можем еще обеспечить, какие нет. Плюс ко всему было очень много возмущения депутатов, тоже будем на следующей серии смотреть, по расходной части. У нас имеется до 25 до 30 коммунальных предприятий. Создавались они для того, чтобы они зарабатывали деньги в бюджет. Мы сегодня на них почему-то выделяем 34 миллиона гривен. А зачем они нужны? То есть доходов они не приносят. Доходов не приносят, да. Плюс ко всему мне непонятно, зачем областному бюджету, да, или бюджету облсовету содержать за 10 миллионов гривен гараж. Сколько же это машин должно быть, чтобы содержать, и кого же они возят, да. Вот это тоже вопрос. Поэтому, думаю, следующее изменение, которое мы будем на феврале смотреть по итогам уже этого бюджета, это сокращение не госрасходов, а расходов на содержание, как говорится, аппарата и всего остального. Скажите, как принятие государственного бюджета отразилось на формировании бюджета области? То есть рассчитывает ли Одесская область на что-то из Киева? Мы уже говорили, да, рассчитываем. Мы уже говорили, что богатые станут богаче, бедные беднее. Ну вот смотрите дальше, да, у нас забрали, например, забрали 25% это налог с физических лиц. У области это оказалось, у нас было раньше 25%, отняли 10%, да. Это 200 миллионов, да, их не стало, даже 300 миллионов, их просто не стало. За счет чего мы могли бы добавить областной бюджет? Нам отдали экологический сбор, это 30 миллионов, да, и отдали 130 миллионов еще один из видов сборов. А толку мы с него не поимеем. У нас все равно разрыв идет 120 миллионов гривен, да. Из чего мы будем его возмещать, не знаю. Плюс ко всему нам добавили в бюджет, если раньше было на государственном бюджете расходы, то есть определенные предприятия, да, государственные, которые в Рудейской области, нам передали, передаст, передаст сейчас нам баланс, но в реальности мы сегодня должны принять их на сержание, 21 предприятие. Ну, к примеру, да. То есть область должна это распричать? Да, да, профтехучилище, например, Юрокадемия. То есть это предприятие, которое не приносит, опять же, прибыли? Конечно, да. Ну вот сейчас это будем смотреть. Хотя есть, как говорится, оптимистическое и есть пессимистическое, да. В чем оптимистическое? Оптимизм есть, что мы все-таки, но давайте так. Раньше Одесская область тратила 130 миллионов на ремонт дорог, да. И был автодор. Автодор – это банкрот, который только прожирает деньги, 50 миллионов гривен уходит на его зарплату, и он ничего не делает. Плюс ко всему 80% его техники полностью сгнило, да. Это, собственно, наверное, ответ на ситуацию с дорогами в области во время снегопада. Сегодня же, благодаря вот этому сбору местному на подоксизные товары 5% на эти цели можно выделить 590 миллионов. Но это не бюджет области, а это в виде децентрализации уйдет местным советам. То есть это местным бюджетам? Поселковым, сельским советам, нерайонным, да. А дороги областного сообщества значения все-таки должны? Это государственное значение, еще нет реформы, сейчас будет государство за государством, да. И они будут ремонтировать, а все областные дороги перейдутся нам. И поэтому, ввиду того, что такая ситуация непонятная и очень сложная, принято было решение этот год объявить годом дорог. Но, чтобы вы понимали, из тех 194 миллионов, которые мы... Звучит, конечно, очень оптимистично. Сейчас не будет оптимистично, да. Из тех 194 миллионов, которые мы ставили в резерве, это же не на дороге. Это у нас осталось, во-первых, мы подняли вопрос, что нам все-таки нужно провести индексацию по лекарствам, по больницам. 25% хотя бы провести эту индексацию. Поэтому со... То есть хотя бы выровнять за 2014 год, не говоря уже о инфляции, которая будет 2015. Плюс ко всему, ни одна из 35 программ не префинансирована. Это же есть, например, программа создания приграничных переходов. На нее ни копейки не выделены. И там много других программ. А на них пока ни копейки мы оставили как бы в резерв. Но есть интересная вещь, да, что мы рассчитываем на... Вернее, бюджет рассчитан на 590 миллионов сбор вот этих подносовоакцессных товаров, да, а в реальности уже пересчитано, может быть, до миллиарда. То есть резерв есть. Посмотрим, как оно будет. Валерий Федорович, ну а что касается дотации и субвенций, которые традиционно их в бюджет закладывают, то есть область на что-то рассчитывает, опять-таки, для получения из государственного бюджета. Что заложено в этом году? Вот опять-таки рассчитываете на какие-то миллиарды гривен? Не-не-не. В качестве субвенции и дотации. Он в прошлый год был 4 миллиарда с чем-то с копейкой, сегодня он 5 с половиной. А по факту эти деньги поступают в область? Не, ну сегодня все, что можно, поступает. Поэтому вот в сегодняшнем бюджете мы приняли решение закрыть все долги по кредиторским задолженным, все, что людям не было уплачено, и то, что было не профинансировано на прошлый год. И вот в этом бюджете только эта часть профинансирована. И включены расходы на самые социально необеспеченные. Думаю, что после того, как МВФ сейчас рассмотрит опять наш бюджет, пересмотрит некоторые вопросы, да. Уже никаких ни субвенций, ни дотаций не будет вообще? Да, ну думаю, что оно будет так, да. Почему? Потому что этих денег не хватает. Например, в той ситуации, которая сейчас идет на востоке, война и все остальное, и проедаются деньги, и тогда пролетают только как в трубу. При 20-25% отката, при продаже даже вооружения. То есть, в любом случае, области на финансовом отношении рассчитывают только на себя, на свои ресурсы. Нужно работать на созидание, и теперь, мы говорим, нужно строить здесь в своем хуторке, как говорится, у себя вот то, что мы можем сохранить, то, что мы можем помочь, и создавать условия для бизнеса. Валерий Федорович, Вы упомянули о ситуации на востоке, на областной сессии также присутствовал областной военком. Собственно, говорилось о мобилизации. Собственно, сколько рассчитывают призвать в этом году в Одесской области, и какие вопросы возникли у депутатов в связи с этой ситуацией? Давайте так, у нас было заседание постоянных комиссий 19 числа, я предложил, в принципе, 20-го должна была бы начаться мобилизация, сегодня 21-го, и мы должны были услышать все вопросы, что касаются Одесской области. И пригласили ни замов, ни представителей военкомата, а попросили сегодня прийти в военкома. Военком рассказал нам, что они предусматривают на этот год. Первая волна мобилизации должна по всей Украине взять 60 тысяч человек. Нам в первую волну мобилизации предлагается в Одесской области взять 4 тысячи человек и 2 тысячи единиц автотранспорта. В Одессе есть 2 тысячи единиц автотранспорта? В Одессе есть 2 тысячи единиц автотранспорта. Сразу возник резонный вопрос, а чего вы не возьмете то, что у вас законсервировано? Правда, да? И как? Следующий вопрос был, что в некоторых селах осталось по одному трактору. Как это все будет выглядеть? Где Одесская область наберет 2 тысячи единиц? Вторая ситуация, у меня возник вопрос. Министр обороны заявил о том, что она будет справедливая. В каком отношении? В таком отношении, что одинаково в процентном отношении будет взято с других областей по количеству населения и по количеству, которые могут быть мобилизованы. То есть, получается, 2,5% от количества, которые могут быть вообще мобилизованы. Ну вот мы просидели с Ваньком, и он говорит, сколько я говорю у вас? Он говорит, ориентир 100 тысяч. Так, извините, господа, о каких 4 тысяч мы говорим в первую волну? Говорю, Киев сколько? А Киев, говорит, дал 2 тысячи. А с какого так края? А каким образом эта ситуация может быть выровнена в таком случае? А это еще не первая, это только еще первая волна. Почему? Это не в течение года. В первую волну уходит только 60 тысяч. Из них должна дать Одесская область. 14 тысяч, 4 тысячи, да? Это почти... А что касается специализации, то есть, кого именно будут вызывать? Дальше, потом дальше полторак заявил, да? Министр Бонус сказал, что это будет уже более не менее такая умная мобилизация. Что в первую очередь возьмут добровольцев, да? Во вторую очередь уже возьмут лиц, которые имеют боевой опыт, да? И в третью очередь будут взяты специалисты, которые необходимы. Артиллеристы, водители, ремонтники, да? Вот так вот. Я это пока от военкома не услышал. Он пока смотрит, да. То есть, военкома отвечал на все эти вопросы, которые вы ему задавали? Ну, через один отвечал, потому что оно и шло дальше. У меня был еще один вопрос. Было заявление президента о том, что военкомы, сидящие у себя там вот под десятка-пятнадцать лет, уйдут в АТО, пройдет ротация и на их место придут. Да? Люди, воевавшие там, да? Я спросил, сколько человек у Одесской области поменялось? Сколько военкомов уже? А никого не поменялось. Я спрашивал, а причины, да? А нет желающих, да? У нас... Добровольцев даже среди военкомов не выбирается. Да, на военкомов даже нет, да. Поэтому будем смотреть, будем контролировать ситуацию. Но это некрасиво. Если нам положено 2,5 тысячи, почему мы даем 4 тысячи? Есть ли полномочия Одесского областного совета контролировать процесс мобилизации? Ну секундочку, есть ли у нас просят деньги на что-то, да? О, еще о деньгах, да? Вот якобы должно было бы 600 тысяч зайти на мобилизацию, мобилизация с 20-го числа. Эти деньги Казначейство еще не перечислило. То есть, государственного бюджета. Да, но мы спрашиваем, а вообще, да, мы можем контролировать? Это жизнь области. Мы спрашиваем, а хорошо, на эти 60% или на 4 тысячи у вас есть обмундирование и что-то еще? Вроде бы есть, да? Но денег на этого нету, да? Ну, чтобы не было опять так, как что волонтеры одевают, обувают и отправляют. Ну, собственно, как по факту, на сегодняшний день это и происходит. Валерий Федорович, спасибо за эту беседу. Но в целом, в любом случае, наверное, и бюджет, и те программы, которые заложены в бюджет, еще необходимо обсуждать и освещать, что, собственно, будет. Поэтому приглашаю вас в следующий раз в нашу студию. Потому что еще впереди программа социально-экономического развития. Это тоже очень важный документ, который базируется, собственно, на областном бюджете. И это будет, я так понимаю, уже рассмотрено на следующей сессии в феврале. Ну, думаю, что мы рассматривать будем в течение двух месяцев все эти программы. Сейчас, да, да. Но в конце февраля мы должны их принять на сессии. Ну, я желаю удачи в подготовке этого документа. Благодарю вас. И напомню, что в гостях у нас был депутат Одесского областного совета, заслуженный юрист Украины Валерий Лакайчук. Украина Валерий Лакайчук. Продолжение следует... Продолжение следует...